И теперь к другим темам. 80-летний юбилей отметила 4-я городская школа. Поздравления накануне принимали учителя, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. Торжественный концерт состоялся накануне в культурном центре Арктика. С подробностями моя коллега Ольга Русул. Первый учебный год в 4-й школе стартовал в 1939 году. Тогда образовательное учреждение имело статус неполной средней школы или семилетки. Вячеслав Карипанов, выпускник школы, вспоминает, что их класс был последним выпуском семилетнего образования, после которого школа перешла в 8-летний цикл обучения. Еще одно яркое воспоминание 4-го класса. Каждый год одноклассники Вячеслава Кузьмича сдавали выпускные экзамены. Именно поэтому знания, полученные в 4-й школе, он считает самыми прочными. Были великолепные учителя, именно энтузиасты своего отдела. Прекрасно помню Лидию Григорьевну Рожину, которая была наша первой учительницей, учительницей математики уже в старших классах, Волотову Раису Трофимовну, ну естественно Скробову, ну помним как энтузиаста, огромного энтузиаста, ботаники, зоологии. И с великолепным кабинетом, в то время это были, наверное, еще единственные кабинеты. Тогда еще школа была, сейчас нету ее этой школы, тогда учиться еще. Интересная жизнь была вообще. Поздравляю всех выпускников с юбилеем, желаю всем крепкого здоровья, всего хорошего. В 1962 году 4-я школа была преобразована в 8-летнюю, а в 1991 году в среднюю. За свою историю школа поменяла несколько зданий. Нынешние выпускники, ученики 11-го класса, еще помнят, как начинали учебу в старенькой деревянной школе. Со второго класса мы учимся в новом здании, которое, ну, стало уже тоже, можно сказать, вторым домом. Мы, ну, изначально это было тяжело, потому что большое здание, это обширное было. Тяжело привыкать к кабинетам. Потом уже со временем, когда вот перешли в старшую школу, стали привыкать, и каждый кабинет, как будто бы своя комната, заходишь и, может, там, чувствуешь себя в комфортной обстановке. Я считаю, что у нас самые лучшие учителя, которые могут научить нас новому, которые подготавливают нас к жизни в первую очередь. И мы привыкли к нашей школе и считаем ее также своим вторым домом. В разное время в этой школе, имеющей богатую историю и славные педагогические традиции, работали заслуженные учителя России. Ольга Григорьева учила детей в четвертой школе с 1976 года по 2005. Преподавала русский язык, а затем историю и общество знания. Коллектив четвертой школы тем и отличается, что он очень дружный, сплоченный, и там хорошие очень взаимоотношения. Вот, поэтому, кто работал в этой школе, тот это и ценит, мне кажется. Надежда Ануфриева отработала в школе номер 4 33 года. Была завучем, а потом руководителем учебного заведения. Уникально на тем, что там люди доброжелательные очень. Очень хорошие. По крайней мере, я, когда пришла в эту школу, я попала к таким людям, к таким асам, что, не знаю, я у них училась всему. И что мне преподавали, это была ерунда. Это их преподавание все полностью было. По словам одного из самых креативных школьных директоров Татьяны Бадьян, на долю ее руководства образовательным учреждением выпали самые крупные преобразования в школе, что являлось отражением региональных и общероссийских инициатив в системе образования. Именно на этот период выпали тогда все участия в таких национальных проектах, как образование, это лучшие учителя России, так называемые стотысячники, двухтысячники. Серьезно было, работали при перемене двух законов об образовании. И это все подвело к тому, что действительно, такое крылатое выражение, что школа второй дом, это, наверное, это так. Потому что работают группы продленного дня, потому что работает школа полного дня. И самое главное, даже дополнительное образование в стенах нашей четвертой школы можно сейчас получить. Одна из лучших школ в регионе четвертая продолжает развиваться и совершенствовать школьную систему обучения. Здесь появляются новые образовательные направления и технологии. Четвертая школа шагает в ногу со временем. История очень большая у этой школы. Прекрасные учителя в ней работают. Прекрасные дети, которые вышли из стен школы и добились уже успеха в своей жизни. И, конечно, в день рождения я хочу пожелать всем, самое главное, крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия. Чтобы наши дети нас радовали, чтобы школа приносила счастье. И чтобы все в эту школу, в нашу четвертую, шли с любовью. В честь празднования юбилея в адрес коллектива педагогов, ветеранов и, конечно, выпускников разных лет звучали поздравления от представителей всех ветвей власти. Не обошлось без подарков, заслуженных грамот педагогам. Торжества прошли на высоком уровне. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.